Это одна из моих любимых притч, это очень важно. Притча такова, сейчас коротко перескажу, чтобы понимать, куда же нам двигаться. Женщина садится в такси, и таксист спрашивает, добрый вечер, куда мы поедем? Она говорит, вы знаете, в зоопарк мы не поедем, потому что меня там на прошлой неделе укусил вчера. Хорошо. В цирк мы тоже не поедем, потому что там очень шумно, много детей, и я чувствую себя некомфортно. Хорошо. Так, в аквапарк мы тоже не поедем, потому что я боюсь воды. Говорит, хорошо, так куда же мы едем? Вот, то есть нам всегда нужно четко знать, куда мы едем, к чему мы стремимся, и, конечно, такие инструменты, как карты желаний, очень этому помогают и способствуют. Я думаю, что раз нас всех интересует эта тема, я сначала расскажу про нее, а потом начну разоблачать какие-то секреты, которые с этим связаны, и, может быть, какую-то неожиданную для вас информацию тоже скажу, и в том числе, конечно же, личный опыт. Потому что я чувствую, что он все не терпится уже начать. Ну, как я говорила, раздаточный материал я дома не подготовила, ну, ладно, значит, так надо. Поэтому я сейчас вам просто раздам вот такие вот подсказочки, там на обратной стороне как раз, на фонарке и далее, и как раз нам все участвуют. Давайте начнем по порядку, с самого важного для нас, наверное, пункта на данный момент. Это подрасло. Размещается он вот в этой части листа. Ну, вообще, начнем тогда с самого элементарного. Карта желания, как она выглядит и с чего ее сделать. Если есть лишние денежки, можно, конечно, приобрести пробковую доску и крепить на нее картинки густиками, скрепками, канцелярскими. Вот. Но, если не хотите заморачиваться, ну, можно просто на листе ватмана это делать. Я делала на ватмане. Я тоже. И приклеивала картинки. Прямо-то, скотчем скрепок, переделемо, и потом... Да, можно там, в общем, кому как удобно. Ну, на лист А4, мне кажется, не влезет, поэтому я бы все-таки взяла что-то более масштабно. По поводу картинок. Ну, одна моя знакомая вылезала картинки из журналов, но, мне кажется, у нас не у всех в домах столько печатной продукции есть, чтобы найти прям картинки на все случаи жизни. Мне ближе интернет. Я просто искала картинки подходящие, а потом в Ворде их определенным образом уменьшала. Вот. Или... А, нет, я... Я не в Ворде делала. Я распечатывала прямо на фотобумаге, фотоателье, эти картинки 10 на 15. У меня была одна картинка в каждой секторе. Если у вас, как бы, в каждом секторе поместить по желанию, то можно сделать вот картинки более маленького размера, да, чтобы поместились в сектор несколько картинок. Вот. Можно и так, и так. Но мне были на тот момент актуальны только по одному желанию на каждый сектор, поэтому я много картинок не плею. Вот. Но ничего страшного, как бы, нет, если вам нужно и это, и это, и это. Все от вас зависит. Вот. Еще я баловалась тем, что я рисовала какие-то вещи сама себе в фотошопе, и вот, допустим, для сектора Славы я нафотошопила себя. Вот. Я просто на гитаре люблю играть и петь в караоке. Вот. Я нафотошопила себя, как я как бы стою на сцене, там какие-то огни, свет, и как бы толпа людей мне хлопает. Вот. И когда я в караоке выступаю, мне действительно хлопают, и, в общем, мне приятно, мне радостно на душе от этого всего, и вот таким вот образом я себя там нафотошопила. Слава куда? А вот, получается, отдельная, да? Слава у нас будет, да, отдельный сектор, уже второй пошел. Ну, это так пока, хаотично рассказываю, вольную часть. Угу. Вот. То есть, если дружить с фотошопом хоть немножко, то можно так. Вот. Давно-давно в душе у меня еще была картинка, тоже себя фотошопила в ЗАГСе, соответственно, я остаюсь с мужчиной в костюме и прифотошопила себя, прифотошопила на девушку в свадебном платье, вот как бы вот притягивала таким вот образом в свое время. Тоже все сработало так, как и было нужно, только в ЗАГСе оказался немножко не такой зверь, как на картинке, но мелочи. Вот. Настоящие фотографии тоже можно использовать, особенно они для сектора здоровья, как правило, используются. Там уже прямо придется экономить на ваших фотографиях, где вы счастливые, здоровые, веселые. Но это фото должно быть сделано вот прямо в тот момент, когда вам было офигенно хорошо, и вы были счастливы, чтобы он прямо вот не стучал в этот ряд, вот. Если есть желание именно себя вот так, сместить. Еще у меня были мысли, когда я еще не владела автомобилем, я хотела найти человека с автомобилем, который я хотела попросить сфоткаться. Вот. Но найти это не удалось, поэтому думаю, ну ладно. Поэтому можно как бы тоже фотографироваться с объектами своей мечты, размещать их. Вот. У меня уже есть фотография. Да, мы сфоткались с Дашей. Почему-то постеснялась тогда на улице как-то подходить. Ну мы тоже, я там... Нет, нет, Даша, нет. Ай, ладно, давай быстренько сфоткаться. Нет, нет, это классно на самом деле. Но я их не клеила. Надо наклеить, реально. Вот. Потом я помню, когда покупала квартиру, но выбирала еще только, я прямо пришла в конкретный живой комплекс, сфотографировала дом, в котором я хотела жить. Вот. Приклеила именно эту фотографию на карту желаний. Но потом обстоятельства пошли не так. Я купила квартиру в другом номере, но он оказался в цветовом решении, таком же, какой вот у меня на карте желаницы. То есть, вот в таких мелочах это сработало. Потом, если прям совсем очень хорошо дружите с кистями, с красками, с карандашами, можете нарисовать сами. Прямо будет стопроцентный работающий метод, но, мне кажется, это доступно не всем. Может, заморачиваться не хочешь, поэтому получается. А у меня было такое, что я вырезала все из журнала. У меня было много журналов, и мне понравилась такая прям картинка, вот мужчина с цветами, сувар, там, две котомки продукта, и он такой счастливый, заходит домой, там, ну, так, такая картинка. И я такую картинку от своего мужа видела. Прямо там с цесночками, там, с этими котомками заходит, и я вспоминаю... А ты уже была замужем, когда клеила? Нет. А, нет? Это вообще, знаешь, сколько... Я тебе скажу, в 2009 году, когда я вот в этот момент началось. Он не видел твою карту? Он не видел, и дело в том, что... И он не видел, и я уже давно его крыла. Забыла, да? Там лежало. А вот эта картинка мне вспомнилась, когда я увидела вот это вживую, я вспомню, я думаю, достать эту карту, посмотреть, что есть. Вообще классно. А там уже отработали. Если картинку прям увидели, она прям щелкнула, что, о, вот это ваше, что вроде как, ну, не совсем такое хотела, но пофиг, пусть будет этой, как бы откликнулась, то интуиция-то ваше лучше знает, поэтому можно ее набрать и вклеить. В общем, как бы, в принципе, жестких правил нет, все чувствуем по интуиции, потому что мы женщины, интуиция у нас работает нормально, поэтому ошибок здесь нет, и вы к нему картинки какие-нибудь подберете, потом клеете. Но если желание уже чувствуете, что не актуально, или уже сбылось, его нужно убрать, чтобы Вселенную не путать, потому что вот у меня на моей карте желаний очень многое не сбылось, потому что, ну, как-то так, ну, в принципе, нужно. Ну, ладно, пусть будет. А потом, да не, что-то как-то уже не надо. Разумеется, но не сбылось, потому что если мне не надо Вселенной, то с какого перепугу, как говорится, бегать, чтобы мне осуществлять. Потому что наши желания, ну, они тоже достаточно энергозатратны для Вселенной. Нужно время, чтобы заказ, как говорится, туда поступил. Потом, в зависимости от того, насколько оно у вас масштабное, там тоже наши небесные помощники. Ну, я не знаю, кто-то в них верит, кто-то нет. Мне приятно думать, что у нас есть свои какие-то личные ангелы-хранители, которые нам помогают в наших делах и помогают нам все это осуществлять. Я тоже верю. Ну, кто-то не верит вообще, но хотя бы волшебников добрых хейтов, наверное, все верят. В любом случае, наши желания, как бы, они... Ну, вот я тебя нашла. Я вообще, я думала, я не найду. Да, должно было случиться. Я девчонкам сказала, девочке, я найду. Сначала я сказала, блин, все, я не найду. Нет, я спать не лягу, я найду классного человека, который нам... Все, и все, я утром, чик-чик, я говорю, девчонки, все. А я полгода мечтала, чтобы такой человек меня нашел. Мои ангелы-халютили с твоими, видимо, сказали так все. Все кран свое время, да? Да, да, всему свое время. Ничего случайного не бывает, но про это, по второй части встречи поговорю, про то, как это все вообще работает. Забелись немножко. Нет, нет, все так, как должно быть. А, да, что энергозатратно. И если ваше желание достаточно простое, то Вселенная будет его легко осуществить. Допустим, вы там заказали чашку кофе в каком-то ресторане, ну, в принципе, это не так сложно. А если вы хотите, допустим, квартиру на своем же этаже, но через стенку, то представьте, какую работу над ангелов-хранителем проделать, чтобы выселить ваших соседей, найти им какой-нибудь хороший вариант, чтобы все сложилось с этим. Да. Ну, у них там, у них свои желания, видимо, чтобы съехать. очень сильная вещь. Да, да. И представьте, вот сколько вам нужно будет вот энергии и мыслей вкладывать в очень сложное какое-то желание, чтобы оно осуществилось. Оно в любом случае сбудется просто не так быстро. И когда люди говорят, о мне, ничего не работает, недостаточно сильно хотели, недостаточно сильно думали, потому что не действовали. То есть думать одно, да. Там еще очень много всяких факторов, как бы вот я не знаю, может быть, не хочу вас разочаровать, но вовольская правда такова, что просто накрыть картинки это процентом 20-го успеха. Там могут быть вот и страхи наши, и экологичность, желание, и нужно ли оно вам вообще. Об этом я чуть позже поговорю, тут прям даже список составил, чтобы не забыть, потому что вот это важнее всего на самом деле. А картинки, они помогают как бы просто оформить заказ. Зафиксировать. Чтобы видно, видели постоянно, чему стремится. визуал вообще классно работает. Вот я не визуал, поэтому мне как бы вот ну, каждый день смотреть на картинку, оно как бы хорошо, но все-таки другие немножко леты будут нужны. Людям, которые четко визуально начало развито, у них как правильно хорошо все сбывается. И еще, кстати, классно подписывать эти все картинки, когда вы их разместили, там и клеили. Ну, здесь, конечно, тонкость в том, что сформулирована должна быть надпись предельно корректно так, чтобы Вселенная поняла ее правильно и не прикололась, потому что Вселенная понимает буквально. У меня молочная. Допустим, если вы все в Толе Здоровье написали, там, я веду здоровый образ жизни. Это был реальный случай, когда девушка хотела заняться своим здоровьем, но как-то еще это некогда. Ей написала, ладно, пофиг, пусть будет здоровый образ жизни. В общем, у нее организм дал несколько сбоев, ей принудительно пришлось там перейти на правильное питание, заниматься спортом и все такое. как бы Вселенная ей устроила как-то по-другому. Вот, то есть я всегда здорова, я всегда поносила энергии, мое здоровье прекрасно. Как будто это так и есть. Я тоже слышала, кто-то желает, например, я хочу жить в новой квартире и Вселенная и вселенная кому-то, ну, я не помню, какую-то историю слышала, человек реально жил в новой квартире, но он ее снимал. Она была новая, но он ее снимал. Нужно было ему написать, я собственник своей квартиры и живу в своей квартире, я ее собственник. Вот так надо было ему написать. Жил в какой-нибудь там классной, любимой, самой лучшей для меня. Главное, не не употреблять честиц. Ну да, не, да, слышала, что от сознания ее не поймет. То есть, не болеть нельзя говорить. Хочу быть здоровой, не честиц нельзя посылать. Хотеть, то, что вы хотеть можете достаточно просто здорово. Я всегда полна сил, я аллергична и радостна, допустим, что-нибудь такое. Насчет богатства тоже там, ну, всяких очень много позитивных подтверждений есть там, кому какие ближе. Я какая-то фраза сейчас была, припомню. Вот иногда советуют всякие там аффирмации использовать, типа там, я притягиваю изобилие. Но многим людям они кажутся абстрактными, поэтому как бы сознание-то не особо понимает. В смысле, какое изобилие, что я притягиваю, да ну его нафиг. Допустим, деньги приходят ко мне отовсюду. Вот это моя, кстати, любимая аффирмация. Вот мое подсознание ее понимает. Деньги приходят ко мне отовсюю. Это реально так. То папа там 500 рублей перечислял, то какой-нибудь заказик пришел, то на авито какие-нибудь духи старые нужные продала. И как бы по мелочам действительно получается. Или я постоянно увеличиваю свой доход. Что-то такое. А не то, что там я магнит для денег для денег. Ну ладно. Если у кого-то как бы это работает без проблем. Более конкретно, да. У меня всегда сколько денег, сколько мне нужно. Мое влагосостояние растет с каждым днем. Я живу там куда-то, конечно, там. А, твоя нет? Нет, у меня будет коктейль. А, да? Вы видите, изобилие кружек. Вот она дикая вишня. Всем хватит в том тоже. У нас же на троих. Ты тоже не будешь? Нет. Уходно. У меня много всегда сбывалось то, что я хотела. Например, я увидела квартиру. Мы искали квартиру себе, да, и я ее увидела самую первую. И все, и она у меня в голове засела. Я знала, что она будет нашей. В конце она все равно стала нашей. Или, например, не знаю, представляя прототип парня, какого-то, да, за муж, который мне нравился. И такой получился, какой мне и надо внешний фактор. То есть, то, что я думала, то, что я хотела, я всегда получала. Это здорово, значит, что у вас энергетика мощная. Желание такое, да, я всегда получаю. У моей сестры также, но сестра категорически отвергает, очень я занимаюсь, она принадлежит к таким-то ортодоксальным, православным людям. Она говорит, мне вот то, с чем ты занимаешься, мне вообще вот дофини, как бы я хожу в церковь, я молюсь, мне норма. Я говорю, Наташа, если ты счастлива, как бы вообще без проблем, она своими вот православными, как говорится, методами ходит, молится, живет правильно, у нее сбывается все. Вот просто вот все. Да, конечно, я тоже, тоже молишься, то же самое. Вот Маша у нас такая. Да, и мне вот, у меня очень, знаешь, было очень много моментов, которые сопротивляются. и у меня вот это состояние, оно часто бывает. Всех, вполне всех, конечно. Всех, да. И вот у меня получается, я вот такая православная, да, и вот это вот эзотерическое что-то, вот мне кажется, что все равно это как-то что-то другое, да, совсем. Вот это вот визуализация, и так далее, и у меня сопротивление, вот это постоянное. Ну, это в голове, только наше установке, как бы. Тут, в принципе, это очень сложный вопрос. Ну, мне близка концепция, что все-таки есть единое вот такое космическое начало, можно его называть как угодно, можно называть Богом, Абсолютом, Вселенной, но какое-то разумное, доброе начало, которое хочет, чтобы он будет счастлив, помогает он развиваться, он безусловно есть, и с этим началом можно взаимодействовать, и контактировать, и просить его помощи, и просить о каких-то делах. Если удобнее, как бы, приятнее обращаться с помощью молитвы в церкви, то как бы, без проблем. Если приятнее как-то в медитации, как-то с ним общаться, то кому как-то делают. Е-мое, заказала себе. Есть коллеги по эзотерическому цеху, которые вообще отвергают все эти медитации, они говорят, это космический. Я говорю, хорошо, я согласна, может быть, для кого-то это как бы космический, но многим людям приятнее и проще поверить в то, что уже это произошло, когда мы представили что-то себе в голове. То есть, мозг на самом деле не видит разницы между тем, что он воображает, и то, что на самом деле. То есть, если мы представили, прям так конкретно хорошо представили и прочувствовали, что мы едем в белом Мерседесе, но если это периодически повторять, и если нет никаких там блоков и препятствий для исполнения желаний, то потом поговорим, то мозг, он со временем эту картинку будет транслировать в реальности, и оно как бы вот просто притянется, что ли. И есть люди, их немного, но они есть, которым это действительно не надо. Они просто, так, короче, хочу белый Мерседес, все, как бы я хочу, значит, у меня это будет в чем проблема. Им не надо там, ни карты желаний, ни медитации, ничего. Ну да. Я исполнила вот так. Как бы все люди разные, у всех разные. Мне вот очень хорошо подходят медитативные практики, мне прям идеально. То есть, чуть позже они расскажут. уметь надо. Да. Да. Ничего сложного, я вас всему не учу. Ой, сегодня медитировать, девчонки, вы научитесь. У меня девчонки, может быть, если вы это можете сделать спокойненько, у тебя постоянно. Уйдите, я медитирую, да. И желаний всегда можно найти. Даже там, ну, в пробках, наверное, прям глубокую медитацию идти не получится. Если в автобусе, то, если прям у меня машины не было, я... Ну, в автобусе у меня просто, если я далеко еду, на другой конец города, ура, у меня полтора часа на практике. Я сижу там, энергопрактики, делаю медитацию, тоже вам все расскажу, покажу, потому что... Классно. У нас в пробке, встала, и на три секунды ушла. На самом деле, много времени на это не надо. То есть, если детство там любит спать, перед сном, да? Да. Слушай, дорогой, мне там нужно поработать как благосостояние нашей семьи, с ним, как бы... На своем хорошем состоянии. Ну, сейчас, давай, осень поймет это. Скажет. Да. Маман, ты че? Ку-ку? Все. Как у нас вчера, нет, уже сила. Ну, то есть, все откинула, дети там что-то делают, а есть, пройдя, все проявляют. И это... Салават такой, один раз подходит, второй раз подходит, а я ночью, просто я встанет, и все. И он потом такой, мама, ты нас будешь воздвигать или нет? И че? Ладно. Что там дальше у нас? Так, про картинки я сказала, про надписи сказала. Вот. Если как бы сильно сомневаетесь, сможете какие-то свечерновики надписи создать и мне потом написать, как бы я увидел, или в друзьях есть, как бы подскажу, помогу. Как правильно сформулировать, да? Вот прям. Правильно или нет? Угу. То есть, там, какие-то свои варианты напитаете и все. Потому что, ну, на самом деле, важно. Ну да, конечно. Давайте по секторам быстренько пробежимся, потому что, как бы ничего такого я уверена, что вы все это очень мощные, инкультивные девушки, проблем с подбором картинок не будет. То есть, там, что вам нужно, то вы найдете на клее. в творчество. Да, в творчество. В творчество я тоже не понимаю. Детское творчество. да, потому что, ну, раз мы про сектор начали, давайте тогда про него расскажем. Да, давайте понемножку. Если нет деток, но вам хочется, вот, и вы прям готовы уже конкретно сейчас их принять в свою жизнь, это очень важно, потому что, понятно, что каждая девушка хочет детей, но кто-то хочет там в 20, кто-то в 30, а кто-то еще в 35 не готовы. Вот, короче, когда уже полностью готовы, тогда можно купить картинки в этот сектор, потому что вселенная скажет, окей, вообще не вопрос, как бы хочешь, пусть будет сейчас. И вселенная не объяснить, что я хочу там в 2000 в таком-то году. Если хочется девочку, то в этом картинку девочке. Я очень хотела мальчика, мальчик, очень девочек хотела, прям очень девочек. и девочке. Я знаю, что мне всегда то, что я... Значит, все, что я буду рассказывать, вам особо не надо, потому что вы вот как раз что-то все равно может возьмете. Я тоже хочу девочку вторую. Я боюсь беременеть, потому что... О, страхи пошли. Да. Ты отталкиваешь. Да, да, да. И как бы и все. Мне бы кто-нибудь дал гарантию, что у меня будет девочка. Увы, даже абсолютно не гарантия. Да, и я бы вот прям сегодня бы. Вот. Пока как-то это... Ну да, да. Я вот прям очень хочу девочку. Прям я не знаю. Я налеплю прям девочку-девочку. Прям не знаю какую. Чуть позже расскажите, какие хитрости. Может быть, еще, чтобы правильно она не сбылась. Вот. Если хотим, значит, деток, то приклеиваем картинку деток. Вот. Если творчество, как бы... В принципе, сектор творчества, он говорит сам же себя. Если вы хотите чем-то конкретным заниматься, если вы прям готовы там учиться игре на фортепиано, допустим, или еще что-то, с одной стороны, это может быть и что-то, что вам дарит гармонию и удовольствие просто от жизни. Потому что, ну, творчество, оно нам дает, что самореализация и позитивные эмоции. Если у вас тут бы нет там склонности шить, вязать, там, музыцировать, но... Просто можно что-то такое приятное, позитивное, гармоничное поместить, во Вселенной поместит, ну, это вам дает позитивные эмоции. Можно, вот, действительно, с детским творчеством что-то, как разокрепить. ладно, я не знаю, что-то снимать. Ладно, я себя там в фотошопе просто. Вот, вот. Там, если, конечно, вот, опять же... Я, я сильно люблю вот все при фотошопе ввать, потому что эффект получается сколько центов и бомбический. Класс. Можно, там, в фотографии ребенка на фотошопе там, на фоне какого-то супер-концертного зала, там, если он там... Собирается, шлак. с гитарой, да. Вот, если есть, может быть, готовая фотография, где он уже играет, не то что, ну, или постановочную какую-нибудь, или какой-нибудь музыканта взять, там, вот, отдельно голову ребенка допустим на фоне какого-нибудь там, трудово-олимпийского. Почему мне? Я вот себя там нафотошопила 7 лет назад и потом в караоке мне стали люди аплодировать. Браво, браво, научились. Чего? Кого? Где? Потом я успокоилась, думаю, все, все так и должно быть. Мне приятно, то есть я не профессионал для никакой муразии, я не стремлюсь к этому. Я просто люблю петь периодически в караоке, на гитаре играю вечером, мне нормально. Класс. Так что, вот в этом плане можно так под сектор как-то зацелить. Богатство тут, в принципе, понятно. То есть, ну, классика, символы богатства, что у нас сундуки с деньгами, там, всякие золотые слитки. Ну, для современного российского человека, мне кажется, это как-то не особо, его подсознание это помет, потому что, ну, у кого из нас там золотые слитки. Надо что-то конкретное. Конкретное. Допустим, у меня, вот, опять же, я себя не фотошопила, одну картинку я нашла в интернете изображение, где мужчина стоит под дождем банкнот. Соответственно, я мужчину заменила на себя, где я там, как раз меня друзья поймали, где я танцевала, что-то выкачала, сна-на-на-на-на-на, и получилось как раз круто, что я танцую, на-на-на-на-на-на, и на меня вот эти деньги падают. На картинку падали доллары, вот, мне бы хотелось, чтобы все-таки рубить, потому что к российской действительности, думаю, ну ладно, пусть падает. Я поставила эту картинку себе на рабочий стол, на компьютер, тоже, кстати, вот это моя такая мини-карта желаний. Вот, сейчас тоже расскажу прикольные случаи с этим связаны. Ну, как раз, все нормально, плюс еще делала все остальные методики, о которых чуть позже расскажу, поэтому там, наверное, в комплексе все сработало. В общем, денежный дождик такой можно себя туда поместить. Потом, конкретные материальные ценности, которые вы хотите купить. Хотите там, как-то, сделаны золотое украшение, автомобиль, еще какую-то, или парфюм. Ой, это с ребенком. Или на вот все материальные ценности. С двумя. С двумя. Пачку денег, если, нет, если ваше подсознание, как бы, действительно уже готово к тому, чтобы принять там дам мне телефон, что я тоже сфоткать. Можно, конечно. А как понять, что готово наше подсознание к этому или нет? А вот я чуть позже об этом расскажу. Сейчас по секторам пройдусь. Столько всего расскажут. Я слушаю, я записываю, я потом это сохраню и на YouTube куда-нибудь закину и подпишу. Если хотите, могу листочком наращать под запись. Хотела? Да нет, давай мы слушаем. У меня пока все понятно, почему. Да, понятно, конечно. Я по долгой службы на своей основной работе работаю с новичками, то есть у меня в основном. уходят на то, чтобы обучать новичков, поэтому, может быть, я какие-то вещи очень подробно объясняю, потому что я уже на автомате. Если человек чего-то не знает, нужно прямо вот вот иду по полочкам. Но пока никто не жалуется. Для клиентов своих астрологических тоже всегда так по полочкам раскладываний. Ой, даже я все понял. Я говорю, я вас не буду грузить всякими этими выкладками, просто вам скажу, что зачем. Вот, сектор богатства. Туда векем все, что нам хочется и нравится. Вот, сектор славы я сказала. А в славу? Снегушка, можно еще? А, в славу просто где-то там стоишь, где-то там, да? Такое вот. Ну, если я не певица. Вот, возникает вопрос, если я человеку лично, мне это, с одной стороны, не надо, зачем этот сектор нужен? Но мы же взаимодействуем с людьми в своей семье, с друзьями своими на работе и хочется признания на своих заслуг, чтобы сказали, блин, Катя или Маша, какая ты классная, как здорово, что ты у нас есть. Что мы без тебя делали? Это вот как раз сектор славы и признания. Это вот оно и есть. А как это изобразить? У тебя там, у друзей, как вариант, да. Девочки, все я знаю. Вы все вместе сфотографируйтесь. Сразу на сцене с чеком ставь и все. Как вариант. Ну, на банкете наше, да. Играй, какая-нибудь сфотография, смешная семья, да. Или прям конкретно, если люди, то среди конкретных людей, что ли? Ну, с вами, какого внимания, допустим, если хочется, там более, больше внимания от супруга, можно какой-нибудь картинке, супруг, да, или цветы. Это в секторе любовь, наверное, нет? Тут как бы пересекается. Если конкретно, вот у человека запрос, что нужно признание от родственников, то можно вот именно в сектор славы, как признание за славу. Потому что любовь, она больше как бы взаимодействие. Пойдем на тебя. А если хочется, что вы именно вот хвалили, прям цепили, ну, вот у меня проблема, я хочу быть нужной всем. Всегда. Я всегда хочу быть нужной. Я даже какой-то страх, когда там качется. Ненужности. Да, да. Думаю, когда, я потому что я с этой недужной была. Вот у меня вот этот конфликт с сестрой, у меня, видимо, вот на этом фоне вот этот дик, что я хочу всем быть нужной. Не дастся урать. Все время «Чем тебе помочь?» Мы даже, даже просто не общались по бизнесу, мы общались просто по предметам. Я всем «Чем тебе помочь?» «А не тебе нужна?» Вот такие вот вопросы. Как у нас тоже мышцы? Я здесь отвечу с другой стороны, потому что в первую очередь нужно развивать в себе самодозначенно, чтобы ты себе была нужна. и родственники и друзья без тебя не пропадут. Планета без тебя не перестанет тратиться, если ты перестанешь бегать за всем и причинять добро. Нужно фокус внимания на себя любимое. Полюбить себя, спросить, «Блин, а сама-то я чего хочу?» «Лада, хорошо, я вас позабочусь, я вас любила, про вас помню». «А чего я хочу, чтобы он мне был счастливой?» «Успокоилась, расслабилась, себя полюбила, как говорится, вот залюбила всю прям вот занятую». Потом люди скажут, «Так, что-то она как-то изменилась, что-то она светится, и это, не бегает, и пытается нам угодить. «Так, погоди, а я ей нужен вообще, любимая? Я тебе уже нужен, там все нормально, да?» Это парадоксально работает, но когда ты сам для себя, опора и вселенная, то люди начинают просто по-другому относиться, потому что ты ни у кого не запрашиваешь внимание, ты вот сама вот как цветочек растешь, благолухаешь и светишь про солнышко, как бы. Вот я вот здесь, мне клево, кто хочет, подойдите, погрейтесь, кто не хочет, ну, не вопрос. Ну, 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 клево, да. А бегать, ну, солнышко, оно же ни за кем не бегает, не светит, оно просто светит. Кому не нравится, я сейчас под крышу, кому нравится, будете там, руки мне протяните. Вот, межная женщина так и должна светить. Вот, и понятно, что как бы это вот детские вот эти все задачи, ручки пришли к нам отсюда, но сейчас-то мы уже понимаем, что ситуация не такая, сейчас это вообще не должно, сейчас в таких образах менять. Так что фокус внимания на себя, вот просто попробуй и посмотрите, как изменится. Сейчас я это понимаю, сейчас я уже меняю с ней в транспорт и в пуске дела. Оставаться, это уже полдела. Ну да, но тем не менее, я подружу, любима, как ты сейчас говоришь, проговаривала, что они сами к тебе. Реально, ты ходишь к твоему, сестра моя, она сейчас сама ко мне там обратилась, давай, давай, я тебе помогу. Я видела, что она тебе очень много помогает сейчас. Прям, я же удивилась. причем, я же как позицию выглядела, что я не буду сейчас ее сюда тащить. А она сама теперь, да? Я сама. Вот. Все понятно. свободные девушки тоже часто замечают, что когда там пытаешься с кем-то познакомиться или еще что-то, то как бы мужчины чувствуют это и в испуге разбегаются. Когда женщина там сама живет, я вообще пофиг. То есть, как бы есть там мне кто-то нет, ей просто классно. Она вот сияет и что-то мужчина говорит так, так, она вроде общается со мной, она мила со мной, вроде как ей нравлюсь. Так, и она мне там не давит на мозги, не пытается меня охомутать. Так, я же не нужен, что-то не нужен, так-так-так-так-так. И начинает там вокруг ее там круги наматывать и хочет ее там завоевать себе и там в пещерку говорится тащить. Вот так вот оно работает. Это когда пытаешься людям внимания подавить, которого они, может быть, не просили. Просто энергетически это все чувствуется, это сложно объяснять, просто попробуйте и посмотрите, как это изменится. И люди все чувствуют. Это вот эти вещи, как бы, никто там из родных и близких не скажет, слушай, что-то там ощутил, что Бог меня к тебе тянет. Нет. Просто вот настолько вот на тонком уровне происходит, они просто почувствуют, что вы обрели как себе опору самодостаточность и так, а не скользает ли она от нас? Так, интересно. Ну и просто, когда человек вот не стремится там кому-то что-то дарить, а просто такой сам по себе, он звучит как бы спокойствие, такую спокойную, нормальную энергию и с ним приятно находиться рядом, поэтому люди начинают притягиваться. Это, как бы, тоже имеет значение. Поэтому, если просят о помощи, круто, но если не просят, я как любитель причинять добро в недавнем прошлом, я через это все проходила. Вот, очень, конечно, были болезненные уроки, потому что, ну, вот же я, я вам хочу помочь, вам что, ничего не надо, блин. Ну, действительно, иногда бывают такие неприятные задачи, что, да, иногда бывает, даже быть самым близким, самым, да, главное не быть притерным. Да, это просто отдавшаяся. это все равно всем надо. А притерность, она идет от собственной неуверенности, не самодостаточности, потому что человек в себе не видит, как бы, ценности, и он себя, как бы, оценивает через других людей, то есть, клево, если во мне нуждается миллион людей, значит, я клево и нужна. Нет, ты должен, должна быть такая примерно позиция, что я клевый просто потому, что я есть. Вот такой, какой есть, допустим, с какими-то физическими недостатками, не самый красивый, может быть, не самый покладистый, не самый умный. Я такой есть, меня вселенная створила, я классная, я уникальная, я себя люблю. Блин, как классно жить. Вот я сижу там и кайфую. Что-то люди как-то приходят там, притягиваются, потому что человек просто, ну, как говорится, не бесит вселенную своим вот этими, какие-то эмоциями, что бы делать, кому в этом помочь, не надо, куда бы деться. Это как бы достаточно сильно тоже ощущается. Поэтому расслабляемся и кайфу. Мы девочки, у нас задача как раз-таки быть просто солнышком. Нам в этом плане чуть больше повезло, чем мужчинам. Мужчинам вообще тяжело, на самом деле, намного тяжелее, чем нам, потому что стойка у них установок есть, что-то. Мужик должен, мужик должен, да ничего мужик не должен. у них свои задачи. Про мужчинам вообще наверное отдельную встречу надо проводить, потом просто и по всему. А вот сектор... воспринимайте меня таким, какой я есть. Все. Я только сейчас с людом, такого вообще кайфу. Это же по всем секторам, да, сейчас пройдет? А вот как раз мы к сектору любви перешли. Ну, я думаю, здесь все предельно понятно. Если в отношениях, то можно прямо уже картинку с партнером разместить в какой-то счастливый момент. Ну, что, просто знак вселенной, что мне как бы ничего-то особо нового не надо, пусть просто все идет так, как есть. Вот. Это один из самых простых вариантов. Если отношений нет, соответственно, счастливых пар, таких там двух голубей, двух лебедей, если не хочется людей приклеивать. Вот. Если какой-то определенный типаж притягивает, то можно какую-то картинку туда поместить желать желаемого партнера. Но тут, в принципе, тоже переду к другим историям, которые я хотела рассказать, потому что они очень показательны в плане формулировки желаний. Вот. Моя подруга когда-то вышла замуж по безумной любви за мужчину, который прям вот был вот с ее прям эталон от и до. Она говорит, «Русюха, ты не представляешь, что я нашла у себя вот в закромах на чердаке?» Я говорю, «Ну давай рассказывай». Она говорит, «Короче, когда мне было 12 лет, я сидела в школе и на уроке написала 100 качеств мужчин, которые вот я хочу вот видеть». Я говорю, «То есть в 12 лет она уже как бы стала заплатить, хочу выйти замуж, ну и ладно». «Ты представляешь, вот Руслан, он вот 100% такой, там вот вплоть до мельчайших каких-то подробностей». Я говорю, «Ну ладно, круто, хорошо». Вот. Через два года они развелись. Сейчас она замужем совершенно за другим человеком, который вообще, я так понимаю, что раз он от Руслана отличается как небо и земля, соответственно, он как бы на список Наташи не особо похож. Вот. И она очень счастлива с ней. У меня тоже такая история была. я когда-то была замужем за человеком, который тоже достаточно хорошо подходил под эти… У меня было не 100 пунктов, но пунктов 50-то, наверное, было. И картинка у меня и с вами висела там в любовном секторе, по фэншую, все на западной стене. Там я нашла в интернете там картинку, думаю, «О, хочу вот эту вот, парню, вот, чтобы вот такое было». И стыдно, мой бывший супруг был достаточно сильно похож на эту картинку, но как бы тоже. Человек-то оказался немой. я после развода сидела, я как раз тогда очень сильно погрузилась в эти все знания, думаю, «Блин, вроде как бы все сделала правильно, что-то пошло не так». Думаю, наверное, все не так однозначно, чем налепить картинки и сидеть, «О, блин, скидет». Мне стало интересно, как это работает, и я стала ходить на всевозможные тренинги, узнавать, что и как. И оказалось, что достаточно много интересных вещей, собственно, как бы не всегда оно срабатывает. Действительно, если у кого-то сразу получилось там притянуть такого партнера, какого-то делать, то это здорово. Но все-таки я и клиентам своими друзьям советую, давайте просто доверимся Вселенной. любовный партнер пусть будет такой человек, с которым я буду счастлива. Потому что, да, он может быть похож на Брэд Питта, но не факт, что конкретно этот человек придет в виду. Ну, я думаю, и у меня в окружении у вас тоже есть пара, которые может быть не сразу, но признаются, что если познакомились, да нет, что-то как-то вообще не понравилось, вообще не в моем вкусе, а потом начинали общаться, влюблялись, а как-то что-то нравится. и ездили в осень. Ну, это прям какие-то вообще неодельные способности. Моя мужу приснилась к двору и куда он приедет, но девушку не видел, примерно, вот так вот, и мне он до этого снился, но не раньше, он снился с дочкой. У меня аж мурашки, блин. Девочка в черном пальто и, кажется, ну, просто я его нашла, и он меня нашел в двор, приехал к сургану. Ну, это очень круто. То есть, ваши души там вообще заранее договори с нами. Хотя, конечно, мы по гороскопу мы по гороскопу мы пообщаемся с ним. Ну, как выяснилось, что гороскопы тоже вначале сказали, что... Ну, я не буду ничего комментировать, потому что у меня своя методика работы. Я по-другому работаю со звездами, поэтому, если кому интересно, то потом пообщаемся. А я вот думаю, что я вообще не делаю, но это очень не моё. Вот, вот. Прямо идеально. Я это от каждой счастливости не слышу. То есть, как бы... Да ну, что за три дурака вообще? Что за дурочка? Ну, я расставалась тоже. Вообще не мой человек с тобой. Всё, расстаёмся. Потом на следующий день страдала из-за того, что я его бросила. И потом опять в этот же... Через сутки опять вместе говорю, ладно, и там уже всё, и до свадьбы сразу. Не знаю, всё нашло, просто не мой. А потом всё. Ой, там тысяча ключей, может быть, от ОС, кармонов. Вот реально походу в ПМС был какой-нибудь. Потому что либо страхи, да. Вот когда желание уже практически сбылось, вот у меня часто бывало такое, я потом опросила знакомых людей, тоже такое было, накалит, паника. Блин, чё, всё, правда? Да, да, да. Я вот помню, вот, что-то такое. Вот. Как-то раз себе ловила мысль, типа, и чё, это всё? И вот, и вот оно сбылось. Может, чё-то-нибудь ещё подучу подождём, может, погуляем ещё маленько, я это уже. Чё-то я не такую работу-то хотела. Точно это, да? И так вот сижу там со Вселенной, видимо, геологии какие-то свои, невротические дела. Страшно, ещё как страшно, потому что, а, чё делать? А с другой стороны, всегда всё можно изменить. Те, кто говорят, вот, там надо 7 раз отмерить, это всё фигня, это всё манипуляторы, шлите их на 3 буквы, потому что всё всегда можно изменить. И своими мыслями, и действиями как бы нельзя изменить, если вы едете по частям, как говорится, в багажнике в чёрном пакете. Вот тут уже, да, можно что-то изменить. Вот. А если живы, здоровы, руки, ноги есть, всё всегда меняется, как бы, наши антиохранители анализируют. Анализируют. Вот, так что, если вы... Очень много хочется поменять, поэтому, ладно, с этим желанием поменять, разберёмся. У нас же тоже получается, что у луженки, которые приходили хорошо, хорошо, что у них на... Страх. У них перед этим вот они... Паника. Да. Рузля говорила, что мне теперь делать, что, как. А, всё, у неё волосы дыбом, в итоге она уходит, всё. Перед... Вот успех, вот он, вот рукой подать, и просто бац, и человек уходит. У меня тоже была такая паника, я розелезла, не розеляю, что теперь делать. Да, да, да. Она говорит, всё, работаем дальше. Я три дня меня вот так колбасила. А потом я взяла, успокоилась, выдохнула, и всё, и пошла дальше. Ну, правильно. Ну, то есть, вот в истерику не это. Я упомянулась. Да, 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 и всё. Если паника накатывает, то надо успокоиться на несколько дней, забыть там про всё. Если есть возможность уехать куда-то там, на дачу, на природу, это вообще круто, потому что женщина, Мои лица не помогает, да? Индивидуально. Может, кому-то и помогает. Всё, ну, потом накатывает, мне кажется. Мне не помогает, потому что у меня алкоголь действует как депрессант. То есть, я потом буду три дня ходить, чем-то грустно. Думать, да, ходить, там загрузилась. Я стараюсь это не делать. Кому помогает, хорошо. То есть, просто все выбрось из головы. Я хожу в тренажерку и в бассейн, когда какая-то прям жизнь там происходит, то есть, уже там голова взрывается, так, всё, на работе какой-то завал или ещё что-то, или так, всё, я пошла качать железо. Я от всего абстрагируюсь, потом беру сестру, говорю, так, слушай, Наташка, говорю, поедем за Тюменский. Она говорит, опять что-то случилось. Я говорю, до головы, говорю, проведать надо. Вот, поближе к природе. Я говорю, ты сейчас, говорю, не смейся, ну, просто она-то смеется, он говорит, закидан меня, говорит, мне сейчас надо, в общем, это, дерево пообнимать. что-то, я вообще, в общем, это делаю. Да? Мне даже кажется, что прям энергия. Классно. Так что вот, так, сейчас я закончу про сектор брака. В общем, если готовы рискнуть и притянуть конкретный внешний образ, то можно так делать, это работает, но не так, что будьте счастливы. Так, просто вот, опыт нескольких людей, даже, там, в истории интернета, они об этом говорят. Лучше все-таки что-то такое, ну, можно там, в общих чертах. Но вот я, допустим, лично я субъективна, я не люблю полных мужчин. То есть у меня, как бы, я знаю, что я вот с очень полным мужчиной, но я в любом раскладе не была бы с ним счастлива, потому что, ну, как. То есть, вот, потом, да. Потом, да. Как правило. Она разошла. Да, да. Ну, там уже, там уже, можно говорить об этом, быть любым с руками, без ног, какой-то есть. Я же тебя же приняла, какой ты уже есть. Как можно уже потом разлюбить. вот я так сейчас понимаю вас. А мне кажется, может быть, еще вот это вот, ну, то есть не конкретного человека, конкретного человека. Просто счастье. Ощущение своего. Да, лучше всего. Я, допустим, в разные периоды жизни мне было там, нужно разное. То есть, когда-то я хотела просто встречаться, то есть, просто там пару раз в неделю с каким-то мальчиком гулять в студенчестве, потом уже более серьезных отношений. вот перед началом моих текущих отношений у меня была афирмация такая. То есть, я в счастливых отношениях по взаимной любви. Вот и медитация. взаимной любви, это да. И медитация, это писать. Я тоже себе эту картинку там рисовала, что вот есть мужчина, он подходит ко мне, говорит там, Ксюшка, какая ты класс, я так тебя люблю. Вот у меня там кружит и там, и такое-то ощущение счастья. вот именно кого должно быть может быть сложно воспроизвести эмоции, которых у вас там не было, допустим, может быть у вас не было белого Мерседеса, но нужно вот его хорошенько прям представить, чтобы вам это было. Девчонки, вам слышно? Напишите, пожалуйста. Не, вдруг не слышно, они сидят, смотрят. Да, можно переписки. Афирмации вот эти вот писать. То есть там, я в счастливых отношениях с каким-то там человеком. Потому что кому-то бывает там принципиально, вот моя сестра, допустим, она любит мужчин там определенного возраста. То есть, ну, как бы, это еще не критично, то есть, селена, в принципе, может там выбрать из определенного возраста каких-то людей, но вот когда определенный типаж притягивает, оно вот не всегда работает. Поэтому я в счастливых отношениях с постоянной любви или я в счастливом браке там с каким-то таким-то мужчиной. Может, что-то из-за иностранца хочет выйти замуж, что-то всякое же бывает. Вот. И записываем. У нас тут есть? Ты свободная? Да. Да? Ну вот как раз. Нет уже? Ну ты же не замужем. Нет, просто ищу, кому это полезно. Любовный мастер-класс, отдельно все равно можно приносить. Новости, новости. Так, Какой там сектор? Так, дальше идет сектор дома для семьи. Здесь, в принципе, если у вас уже есть дом, которым вы абсолютно полностью довольны, здесь можно что-то такое, вот как в счастливом браке, чтобы просто поддерживалась эта энергия и сказать, Лена, спасибо, что у меня это есть. Давай, что будет дальше, так же хорошо. Хорошо идут, кстати, вот здесь всякие темы с деревьев. То есть, что-то, картинка какого-то большого дерева, допустим, как бы, он обычно идет, как символ защиты, стабильность и вот это ваше семейное древо. Так что, что-то такое. Можете фотографию своей семьи и тут же дерево какое-нибудь, даже символическое, нарисовать и каким-то образом разместить. Если еще нет квартиры вашей мечты, то здесь можно разгуляться в полных программиков, чтобы там какие-то интегрерные картинки разместить. В общем, вот как раз картинку дома, которую я специально ходила фоткать, я сюда и не крепила, потом вот я переехала в свой дом и думала, где-то я эти светлые кирпичи видела, где же я их видела? Думаю, вот. А если вот дом строится, мне можно в фотошопе доделать, например, сфоткать дом и в фотошопе снаружи там облицовку, там, не знаю, ну, как-то... или похоже найти. Можно похоже, да, можно внутренне. Или внутренне интернерное, просто. Внутри прям вообще было бы классно, потому что, как бы, дом-семья это то, где как раз все члены семьи не собираются. Поэтому, если еще нет каких-то четких идей в плане ремонта, прямо вот здесь можно разгуляться. Вот. Ну, тут, конечно, лучше на семейный совет это все вынастиг, потому что тебе может хочется белое, кому-то зеленое, в общем, какой-то... Потому что ты-то себе притянешь белую кухню, грубо говоря, а остальные домочадцы скажут, блин, хочу красное. Мама, что-то не спросила, да? Что-то мне тут некомфортно. Вот, поэтому что-то такое врачевательство. У меня каждая комната в разных цветах. У меня тоже. Что-то надоедало. Да. Кому-то нравится все заодно, но если ему делается все семьи вместе, то сложно договориться. И в этом наш вот урок и задача для себя создать. Знание. Поэтому дом, семья, все, что хотите. Вот. Если семья уже счастливая, стабилая, то хорошо подойдет картинка, где просто вместе, вам клево, в каком деревце, типа, пусть все так и будет. Знания. Так, знания. Знания, вот многие считают бесполезным сектором, но нам желательно запомнить все, потому что нам нужен баланс. Если вы хотите чему-то научиться, то круто. Вот. Можете прям прописать. Я с каждым днем совершенствую свой английский, допустим, или к январю 2000 года я сдаю экзамен международное знание такого-то языка, как вариант. или ну там, не знаю, вы хотите жить, вышивать, научиться. В общем, вот, вот определить свою цель, чего ты хочешь, пропиши. Вот, тут картинки разные могут быть. Я на фотошопе на себе сертификат, ну, я когда-то изучала итальянский язык, вот, но из-за работы пришлось, к сожалению, это все дело забросить, поэтому, соответственно, желание не сбылось. Угадайте, почему? Потому что я перестала заниматься. Вот, когда я занималась, я подлепила на карте желание, что вот я, я прикинула примерно, когда я его доучу, доучила, вот, ну, тогда я этого не знала. Вот, что в марте такого-то года, вот, я нашла сертификат, который выдается на зеленом международном экзамене, на фотошоп была туда свое имя, дату сдачи экзамена и подъявила на карту желание. И если бы я не бросила заниматься, то я его получила. Ну, просто желание заменения актуальностью, оно как бы ушло. Я даже не знаю. А что можно видеть? Ой, это здорово. Просто вот книги налепить. Себя захватываете типа знания. Ну, да. Или там компьютер, например, что там сверху. У меня просто такая была картинка, компьютер, и в этот компьютер, как, я не знаю, все вот, информация идет, да. И я хотела разбираться и до сих пор хочу во всяких программках, во всяких там вот этих делах, в общем, чтобы я в интернете вообще прям шарила. как сейчас происходит у тебя сейчас тут у нас. Ну, постоянно, да, учишься, учишься, учишься. Ну, и книги читать начала. Кстати, прилепила я, прилепила, не читала вообще книги. Я когда прилепила, начала читать. Наконец-то дошло до меня, что надо читать. Даже ничего конкретно института не хотите, то можно книжку читать, потому что чтение, оно, во-первых, расслабляет мозг, оно расширяет словарный запас и делает слабо. Речь более интеллигентной, что в вашем деле лишним никогда не будет. Да. Института, что интеллигент по грамотам этого человека его видно заверстут. И ваши партнеры, и коллеги, и клиенты, они будут к вам совершенно по-другому относиться, поэтому, если интересно, там даже Дарья Донцова, да ради бога, там, в принципе, она достаточно грамотно написана, все равно все книги проходят редакторскую обработку. Если вам это интересно, там, полчаса перед сном почитать, читайте, и кто вас не осудит, то, что там происходит. Главное, читать, мне кажется, просто читать, развиваться, товарный запас пополнять, хоть в какой книге он пополняется. Может, какая-то тема интересует по своему топе, читая книги, что там? Что, не знаешь? А Донцова не пополнилась? Ну, у тебя другие интересы сейчас. Да? Можешь, ты лепить картинки каких-то книг, и через какое-то время все это ожидалось, каким жанром тебя можно порадовать в этой день? Как вариант. Думай, и богатей, книгу прилепи, норм. Вот, кстати, да, я читала. Читали же? Читала? Нет? А, Киросачи. Надо читать. Ну, пиши, просто иногда, если даже мы не совсем как бы, ну, то есть, примерно, что там представляем, вот, хочу вот это, но в деталях не знаю. Вселенная иногда может помочь. Есть такой случай, одна девушка хотела заниматься йогой, но не знала, когда, где, как в каком-то хитросклуге, все такое. она прилепила картинку, которая символизировала это желание в секторе здоровья и через месяц выиграла абонемент в фитнес-клуб. Вау. Вселенная говорит, все уже хватит, давай. Клево. Так что символизирует? Она тоже сделала. Она не волчается в этом? Может. Она тоже должна была сделать. Но, чтобы выиграть, она что-то... Но. Ну да. В любом случае надо что-то сдвигаться. И этот сектор, кстати, еще за мудрость отвечает, поэтому, может, если прям совсем ничего не хочется ни читать, ни учить, можете просто картинку совы на плеть, потому что сова фэн-шуй отвечает за мудрость и, может быть, там, вы, не было ни в ближайшее время не освоить каких-то новых знаний, но у вас появится какая-то мудрость, она все равно так или иначе отразится на вашу последовательную жизнь и это, в любом случае, будет уже хорошо и здорово. Вот. Ну и сова еще помогает учебный материал лучше осваивать. Ну, я когда студенткой была, я купила себе там статуи курсовые, там, как за ангадулость, там, сижу, там, она здесь у меня рядом стоит. Я понимаю, это как бы в костыли для подсознания, но мне было приятно, что он... Мне было приятно верить, просто какие-то книжки наклеить, сагу и посмотреть, что будет. Да, это на вашем короче, и сагу, и сагу. Вот, 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 вот. У нас может быть. Надо верить. Надо заниматься. Так, карьера. Слава, карьера. Разные вещи. Слава, вы сказали. Слава, это признание своих заслуг. А карьера? А карьера, это именно то, чего вы хотите в работе. И вот здесь вот прям надо конкретно четко формировать, потому что оно нажитное. Многие там хотят повышения по должности, а вот если хорошенько подумать и, как говорится, почесать пиковку, вам точно оно надо. Ну, я сейчас вот скорее про офис, как и от сотрудников говорю, потому что, говорят, твой повышение, да, повышение здорово, но это означает свою работу. Ответственность. Ответственность. Я как человек, который прошел путь от младшего контент-менеджера до руководителя отдела, я как бы... Я понимаю, что... Нет, я к этому стремилась, потому что мне было просто прикольно. Я человек с детства такой амбициозный, то есть мне было просто интересно всегда какие-то ступеньки проходить. Но это было непросто. Я когда рассказываю друзьям, они говорят, мы бы сошли с ума. Я говорю, ну, я вот не сошла, потому что я знала, на что иду. Как ты этого хотела? Работать без выходных, без праздников. Я говорю, ну, а вы думали, карьера, как делаться, с девяти до шести? И просто там как-то по сеансу на компьютере раскладывать, мне представляется, там тонна ответственности просто, и косячат подчиненные, а вмещается все на тебя. Говорю, вот это вот тонкости, повышение карьеры. Как бы, если вы готовы на это, вы не... они не лучше так на своем этом рабочем месте сидите, хорошо. Вот, поэтому... То есть тут надо конкретно? Да, зависит от того, что, может быть, человек хочет какую-то другую должность, но борется. Поэтому можно применить какую-то картинку с изображением будущей работы или сферы работы, которую он хочет, но что-то вот не получается. Или, может, он хочет выучиться на парикмахера, а сейчас там сидит где-то администратором. Ну, вот, что-то в этой стезе как-то себя провизуализировать. Селенная, чтобы сказать, Селенная, я хочу людям прически красивые делать. Если на своем текущем месте все устраивает, в принципе, можно какие-то рабочие моменты, какие-то с корпоратива фотографии выставлять, что вот, Селенная, у меня все хорошо, спасибо, пусть все идет так же. Ну, или прямо, если человек готов к каким-то новым высотам, нужно найти что-то, вот, что оно будет символизировать. Ну, вот, в вашем случае, наверное, вот эти итоговые фотографии, где, я как понимаю, у вас какие-то скоро будут ну, у нас мероприятия, где будут и награждения, и торжественные моменты. В принципе, это вот сюда можно тоже прикрепить, а славу, ну, что-то символическое, вот, когда вас хвалят, когда вы чувствуете себя значимыми, и нужными, как это для вас проявляется? Для кого-то это цветы, для кого-то подарок, для кого-то просто, просто довольное, сияющее выгодо. Тоже все можно использовать в сектор славы. Тогда вселенная как бы увидит, что вот, когда человека хвалят, он вот такой сидит, «М-м-м, клево». Да, хвалите меня еще, хвалите, я клевый. Вот. Карьера. Ну, у меня была классическая картинка, я там наклеила, что девушка стоит за столом, как бы на столе, за столом на каком-то вечере переговоров, там сидят мужчины, ее слушают, ну, в принципе, примерно так и было. Вот тут сама себе притянула, но я не жаловалась, я знала, что иду, это было прикольно. Вот. Путешествия и помощники, это, да, две достаточно, может быть, не связаны друг с другом темы. Путешествия, думаю, все понятно, здесь прям можно мечтать на полную. Куда хочешь, куда хочешь. То туда и любишь. Да, да, да. Ну, народ говорит, в принципе, работает. Но опять же, помним про вот эту всю материализацию желания, потому что я вначале говорила, что вселенная, если у вас там пока еще не очень большой доход, то может быть, на Мальдивы-то как бы сразу на вас и не отправят. А что-то более простое без проблем. Опять же, как бы, Мальдивы у вас будут, но может быть, не сразу. И еще, с другой стороны, фактор чуля тоже как бы никто не отметал. А вдруг вы там на библионе где-то найдете скидку или там и выиграете как бы на путешествии часто разыгрывать. Поэтому тонкий баланс на самом деле, потому что, кто очень оптимистично в это все верит, они могут по-крупному загадывать мне, лично мне, ближе, когда все-таки постепенно мы наращиваем желание. То есть, сначала Турцию притянуть, потом Египет, потом, чтобы было комфортно для вашего подсознания, тоже об этом позже скажу. А потом, ничего не сбывается, а ты сам-то готов это принять. А помощники это как раз вот могут быть те самые наши ангелы-хранители и наши друзья. Вот они всегда идут как бы здесь в связке. Можно разместить фотографию, где вы с друзьями или какими-то единомышленниками, людьми, которые вас поддерживают. Потому что бывают тяжелые минуты, когда нужна поддержка, вдохновение куда-то извне. И если вы на карту желаний таких людей вы тоже поместите, то Вселенная увидит, что о, круто, я буду транслировать через вот этих людей, вот обладателей карты, свои знания. У меня уже карты нарисовалась моя. Все. Я уже готова все вылепить. Я поэтому тебе как-то предотвращаю. Да, я уже тоже в голове. Я знаю, что у меня сбывалось, да, и сравнивать свои карты. У меня слишком большая карта, и она вообще вот так разрослась. Слишком много, да, всего? У меня слишком много всего. Ну вот Вселенная просто сложилась просто с тем. И вот поэтому у меня в таких все время вот эти стычки входят в внутреннюю, в противопротивление. Ну, я вот больше одной картинки в сектор не клеила, потому что мне все и сразу было не надо. Как бы одно с былой заменила, убрала, допустим. и кто-то клеит по две-три сразу, но ничего плохого там нет, просто мгновенно оно не сбывется. Потому что Вселенная вот видит у вас там, например, все три богатства. Там машина, какой-нибудь золотой браслет и там стиральная машинка, допустим. И в каком ей порядке что вы осуществлять? Она пойдет по пути на меньшее сопротивление. Сначала что-то простенькое, потом нарастаешь, и потом уже в машине в этом секторе 10 желаний, в этом секторе 10. Что делать-то? Там тоже будет мячиться какая-то. все будет, но не сразу. Поэтому правильно здесь не может быть. Сейчас, девчонки, я завершу. Нет, это я не вам. Не тебе. Прошел. Час прошел просто. Если хочется все, отлично.